Всем привет! С вами Юмилия! Добро пожаловать на мой канал! Мы с вами уже смотрели ранее ролики с канала Егорика про хейтеров. Если что, эти реакции есть на канале. А сейчас у него не так давно вышел новый видос, и я подумала попробовать записать реакцию и на него. Надеюсь, что вам эта реакция зайдет. Поехали смотреть! Сегодня мы проверим самые популярные пранки, которые раньше были жестко на хайпе и собирали огромное количество просмотров. Действительно ли люди на них так реагируют? Смайл фейс! Смайл фейс! Закруйте дверь! Мы сделаем страшный пранк с няней. Узнаем, как люди реагируют на умный лифт. Будем пугать людей на улице. Станем плохими работниками скорой помощи. И сделаем так, чтобы человек думал, что он находится в розыске. Поехали! Интересно! Пранк с няней. Вы же помните, как мы снимали экстрасенсов? Да. И вот я нашел что-то подобное. Ребенку нужно с кем поставить. Видео про экстрасенсов я, к сожалению, не видела. Мама вызывает няню. Ну, в нашем случае, мужика. В этот момент в доме происходят мистические вещи. Смотрите, что тут происходит. Привет, как дела? Алиса. Гарри, это Алиса. Привет, Алиса. Спасибо, что согласился с ней посидеть. Так, сейчас начнется жесть. Я не хочу играть. Боже мой! Боже мой! Ну, телек, это база. Внимание, телек она выключилась с розетки. Специально. Она выключилась с розетки. Сейчас он опять запустился. Это прикольно придумано. Мы можем фейковый провод сделать. Это, да, другая розетка могла вполне быть. Это магнит какой-нибудь. Стол очень большой. Там, скорее всего, внутри человек сидит. И типа магнитом проводит. И он просто магнитом это делает. Поэтому мы сделаем то же самое. Вот этот фрагмент с девочкой заменим на другой. Возьмем два близнеца. Будем их перемещать. То есть мы не будем использовать привидение, а будем делать эффект, будто ребенок сначала был здесь, а потом он... А, я поняла! И он с этого охренеет. Это реально жутко. Такое увидеть. Так ли это шокирует и не постановили это? Наша задача это проверить. Ну что, пацаны? Погнали. Но если человек не ожидает ничего такого, то он может быть в охрене просто. Я не знаю, что я ее поднимаю. Ислам залазит сюда и с помощью магнита управляет предметами. Вот так вот у нас крышка закрывается. И банка шевелится. Ого! Она так эпично еще упала. Но на самом деле он работает. Ну-ка включи. Я профессиональный человек, потому как грамотно страшно выключать и включать свет. Показываю. Так. Это идеально. У нас четыре скрытые камеры, которые расположены по всему дому. Вот одна из них, потом вон там на кухне... Лестница, кухня, гостиная. И одна общая в сейком. Это две шлизняшки. И когда одна будет сидеть... Кстати, я вот посмотрела и нашла признаки, по которым их можно различать. Но человек их будет видеть впервые и издалека, и вряд ли он об этом будет задумываться. Такие милые. Вторая. Будете видеть в комнате выше. А я бы наложил. Но в целом мы готовы. Няня приедет через 30 минут. Давайте начинать, ребята. Я прям вспомнила игру про... Лысого в желтом. Он, конечно, там мелкий прям был, но... Диана! Такой прям Егорик шкрет. А вдруг она его канал не тут увидела? Для начала няне нужно показать дом, чтобы она убедилась, что здесь, кроме девочки, никого не будет. Ну, если что, я буду полностью на связи. Сразу, если что, набирайте. Ну, и я говорю, я буквально на часик. Все, я быстро. Ну, вот они остались вдвоем. Мы заранее придумали легенду про внушенную девочку. Ну, некоторые дети реально так делают. Я так не мешаю, но просто не сидит. Хорошо. Так, ну видно, что девушка в паранормальщину верит, а значит, ей будет еще страшнее. Она так улыбается еще, девочка. Так, ну, наверное, моей первой мыслью было бы то, что это какой-то розыгрыш. Я бы захотела проверить. Быстро там побежать в то место, откуда этот мячик упал. Или, ну, короче, что-то сделать. Во-во-во, она тоже пошла проверить. Наверное, мы с полочкой внушли. Да, конечно, с полочки. Блин, это жутко. Я ей не завидую. Это реально жутко. И сейчас она спрячется, если будет эпично. Как девочка не рассмеялась на этом моменте. Прям молодец, хорошо отыгрывает. Блин. Это жутко. Это очень жутко. Она еще так молчит. Подруга воображаемая. Почему вы мне не сказали, что у вас... У вас какая-то параномальщина происходит. День корозы, конечно. Я просто не совсем понимаю. Телевизор тут включается. Не пугайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Егор. Это Максим. Это Саня Монтажник. Вы только что попали на телепередачу «Пранк», где мы пытались вас таким образом немножко втянуть в мистический мир. Хорошо, что они вовремя остановились. Честно скажете, испугались? Да, когда телевизор включился. Оцените этот пранк от 1 до 10. Честно, это прям межитковатый. Да, могу представить. Мы можем это выложить в интернете? Да. О, как круто, что они у нее еще как-то спросили. Так вежливо. Помните, мы снимали умный домофон? Скажите смайл фейс. Смайл фейс. Подождите, я видела отрывки вот со смайл фейс, то, что люди говорили. Это отрывки были на разных ресурсах из роликов Егорика. То есть, это он все делал? Есть такой канал, который делает умный домофон и вот сейчас у них недавно вышла новая рубрика «Умный лифт». Мы много раз посмотрели это видео. 18-й! Четко назовите номер этажа. Например, 3 и на сайте. 18-й! Поверим этот пранк. Ну что ж, мы приехали в бизнес-центр и ребята уже начали устанавливать нашу умную систему. Погнали в лифт, там уже пацаны все сделали. Ну что ж, мы раскручили этот лифт для того, чтобы засунуть нашу камеру. Исламыч, засовывай. Почему лифт умный? Потому что здесь есть это устройство. Оттуда будет исходить звук. Также мы будем слышать и видеть все то, что они будут говорить в эту камеру. Классно они это придумали. Здравствуйте, вас приветствует система «Умный лифт». Управление лифтом осуществляется голосом. На какой этаж вы хотите подняться? Восьмой. Вас плохо слышно, пожалуйста, повторите. Восьмой этаж. Четко назовите номер этажа. Например, 12. Восьмой. Четко назовите номер этажа, например, 13. А, типа, 8, надо сказать. Восемь. Вас плохо слышно. На какой этаж вы хотите подняться? Восьмой. Снова восьмой? Спустите, почему именно восьмой этаж? Мы заранее сделали фейковую анкету, в которой искали офисного работника. Отобрали людей и сказали им приехать в нужное место и подняться на восьмой этаж, чтобы над ними, собственно, и проводить пранки. Это немножко жестковато, потому что все-таки эти люди тратят свое время. Они едут, чтобы найти себе работу, то здесь плохо слышно, пожалуйста, повторите. Восьмой. Четко. Четко назовите номер этажа. Я говорю, восьмой. Вас плохо слышно, пожалуйста, повторите. А если бы они просто нажали цифру 8, они бы уехали? Да, восьмой. Здравствуйте, вас приветствует система умный лифт. Ааа. Опа, чё, заметил. Вас плохо слышно, пожалуйста, Пожалуйста, повторите. Тут упали, что ли? Восьмой, говорю? Номер этажа принят. О! Пожалуйста, подайте команду закрытия дверей, сказав команду закрыть. Закрыть. Вас просто слышно. Да, блин, я бы уже психанула, честно. Просто типа чел, смотрит, да в целом норм, все. Необходимо пройти регистрацию. Скажите, как вас зовут и номер квартиры, номер этажа. Идите нахер! Что? Что? Подождите, чего? Назовут и номер квартиры, номер этажа. И ваш вес в килограммах. Идите нахер! Этаж 8, 7, Альмира, 50 килограммов. Регистрация пройдена успешно. Да, потому что он был прыгачил. Меня зовут Серега, я восьмой этаж, 69-я квартира, вес 82 килограмм. Пожалуйста, подайте микрофон. Серега. Я куда-то пойму. Пожалуйста, говорите в микрофон. Я же могу заказать. Сегодня микрофон должен. Закрой дверь. Сколько слышно? Закрой дверь. Иначе я сам закрою. Необходимо пройти регистрацию. Скажите, как вас зовут и номер квартиры, номер этажа. И ваш вес в килограммах. Ты издеваешься, что какой бедный килограмм? Отвези меня на восьмой этаж. Бедный чел, мне так обожалко. Уходимо пройти регистрацию. Скажите, как вас зовут? Это проще уже по лестнице подняться. Михаил, восьмой этаж. 120 килограмм. Регистрация пройдена успешно. А квартира, он же ее не назвал. О, заметил, да? Пожалуйста, запомните пароль, который нужно будет назвать в следующий раз GF и YGVDS. Если забудете пароль, то воспользуйтесь кодовым словом SMILEFACE. Скажите пароль. SMILEFACE. SMILEFACE. Вот только слышно, пожалуйста, повторите. Он даже девушка такая терпеливая уже не может выдерживать. Но чел в красной коротке, он шикарен. В ней нет ничего такого-то кринжа. Да, просто пытается подняться. Да, просто бедняжка пытается подняться. Играет по этим правилам. SMILEFACE. Ошибка, попробуйте еще раз. У него лицо просто недоумевание полное. Так понятно. SMILEFACE. Назовите кодовое слово. Сэллафейс. Ошибка, попробуйте еще раз. К сожалению, вы заблокированы в системе. Сэллафейс. Реально полезно, но проще. Он потерял сознание. Ну давайте похлопаем ему, он держался очень хорошо. Это жестко. Оцените мою работу по пятибалльной шкале. Назовите нашу оценку. Ноль. Он не спешит домой. Ему в кайф вообще. Он говорит оценку ноль. Ошибка, попробуйте еще раз. Так там же этот наводный. Даже балл. К сожалению, вы заблокированы в системе. Покиньте, пожалуйста, лифт. Сейчас, давай. В доступе отказано. Ну а давай, открывай лифт. У меня полное ощущение, что это получилось даже лучше, чем с домофоном. О, да. Ну хотя, блин, слушайте, я с домофоном не видела. Опять же, только вырезки какие-то. Но вот этот чел в красной куртке, он вытащил всю вот эту часть видео. Я теперь хочу с домофоном посмотреть. Решать не нам. Напишите в комментариях плюсик, если вам понравился с домофоном. И два плюса, если вам понравился с лифтом. По-моему, это самое честное голосование, которое только возможно сделать. Уф, сколько там комментов, интересно. И когда я его смотрел... Ой, сейчас, секунду, мне просто любопытно. Два ка-комментов. Нифига себе, так выглядят профессиональные пранкеры. Вообще, девчонки-блинняшки-умнички. Согласна полностью. Так. Ну, типа, девочка заодно с людьми в скорой помощи. Они, мол, оставили больного одного. И она, якобы, детским дефибриллятором тает с его оживлением. И оживляет. Если мы хотим сделать пранк скорой, вот просто вайп такой. Есть идея получше. Ну что ж, мы переоделись в форму скорой помощи. Санек. У него такой прям притч-сончик. И теперь мы спускаемся вниз, и там нас ждет скорая полос. План простой. Ждем, когда на улице станет больше людей. Затем несем на носилках больного, цепляя внимание прохожих. Загружаем носилки в машину скорой помощи. А-а, я помню, да. Человека на манекен. Сейчас будет бросок кобры. И самое главное, даем команду водителю, чтобы он нам показал. Вот что получается. Нормально. Наш манекен лежит на земле, и реакция людей, к сожалению, не такая, которую мы ожидали. Всем пофиг, никто не подходит. Кто-то смеется, кто-то даже не понимает, что происходит. В общем и целом, не тот эффект, которого мы ждали. Мне кажется, чел, который засмеялся, он понял то, что это манекен, и то, что это пранк. Пранк полная хуйня. Это был пранк, так что не переживаем, это нереальный человек. Люди, конечно, собрались, столпились, но никто не подошел. Возможно, они просто видят, что это манекен по каким-то частям тела, и все. И сразу превращают это в юмор, прикол. А вы напугались, вы со стороны видели, а они, что думают, что это хуйня. Честно вам скажу, это мой любимый пранк. Очень круто организован, если вдуматься. Ну, я бы поверил, если бы я был на ее месте. Девушка, в каком-то в основном месте. Ну, скорее всего, тут аэропорт, но мы можем рассмотреть и какие-то другие, для нашего удобства. Она ожидает самолета, ее быстро сфоткали. Мы же сфотошопили, распечатали на газету. Приходит человек, садится напротив нее. И она в газете, она охренела с этого. Она подумала, ну, наверное, это что-то странное. Пока она не... Ну, да, это прям... Успела понять, что происходит. Тут же включается телевизор, где идут новости. И дублируется информация, которая была в газете. Ну, это же круто. Ну, что ж, мы нашли подходящее место для этого пранка. Это жутковато. Главное, нужно было найти кафе рядом с печатным салоном. Садили актеров, которые будут играть посетителей. А также подговорили официанта, чтобы он садил человека за нужный стол. А вот и человек. Быстро фотографируем, фотошопим и отправляем на распечатку. Мы сделали только лицевую и заднюю часть газеты. Потому что... А зачем? Я имела в виду, зачем все остальное, да. А то как-то вырвано из контекста звучало. Он куда-то уйдет. У нас достаточно времени. А вот и наш газетчик. Он специально садится напротив нее, чтобы его она точно заметила. Так она еще села напротив телевизоров. Честно, я бы подошла, спросила. Ну и теперь самое важное. Фейковый выпуск новостей. Делаем все по старой схеме. Ту же фотографию просто вмонтируем в готовое видео и показываем ей. Интересно даже. Внимание, разыскивается преступница, обвиняемая в неуплате налогов. В особо крупном размере. По данным следствия, с января 2000... Ну, голос такой прям компьютерный. Как будто прям, ну, слышно, что обработанный. Обвиняемая в неуплате налогов в особо крупном размере. По данным следствия, с января 2022 года, по январь 2024 года, обвиняемая не перечислила в государственный бюджет, налог на сумму более 2 миллионов рублей. Жесть! Приятного аппетита, здравствуйте. Меня зовут Егор. Вы попали на телепередачу «Пранк». Вы поверили? Вы поверили? Вы заметили, что на газете вы изображены... Да, да. Зачем? Ну, можно, пожалуйста. Типа, если вы против, мы можем заблюрить ваше лицо или вырезать вообще. Но, по-моему, получилось комично. Это реально мы автографировали? Да, да. Мы сфоткали, когда вы зашли в ресторан. Вы испугались? Ну, это жутко. Главное, что причина, по которой человек разыскивается, работает. Все то же самое мы проделали с новым посетителем. Запускаем газетчик. Опа! В нужное время, в нужном месте. Там, кстати, видно, что она склеена. Опа! У нее такой взгляд. Так, не поняла. Ты, кстати, раз видел в кафе-шках чувака с газетой. Кстати, да. Тем более молодого парня. И с уверенностью могу сказать, что реакция примерно такая же, как в оригинальном пранке. Они все просто недоумевают от того, что здесь происходит. Но верят в это. Январь 2024 года обвиняемые не перечислил... Ну, скажи, что это пранк. Где ты скажи, что это пранк? Можешь сказать, что это пранк? Вот, честно, по приколу. Это твой дебют. А, это все пранк? Да, прям так. Ну, вот снимали. Вы попали... Ну, она вроде так с облегчением начала смеяться. Пранк, вон там газета. Мы ее сделали, когда вы зашли сюда. На экраны мы тоже все быстренько смонтировали, вывели. Поэтому вы не переживайте, вы не разыскиваетесь. Честно скажете, вы испугались? Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Можете продолжать кушать, пить чай. А мы двигаемся дальше. Жеееееееть. Ой-ой-ой. Запускайте газетчик. Ну, вроде у двух первых девушек плюс-минус одинаковая реакция. Посмотрим, какая будет у этой Так, о-о А когда зашел третий посетитель Девушка решила спросить Откуда эта газета и почему она Изображена на ней Я бы сделала точно так же И, естественно, наш пранк провалился Но я решил оставить этот момент, чтобы показать вам Что девушка совершенно не потеряла бдительность В такой ситуации Это был пранк, это все массовка Вы не поверили, да? Я почти поверила, но хотела узнать Где все-таки он купил эту газетенку Нет, мы распечатали газету Как только вы зашли, мы сфотографировали Наш человек распечатал на газету Но, к сожалению, мы облажались Вы не поверили в газету, в общем, спасибо огромное Давайте пройдемся по бейсику Просто база, самый популярный вид пранков, который только существует Темный коридор Либо какая-то темная дорога И идет огромная мразь Я бы не хотела нарваться на такого пранкера Это ужасно Это самое ужасное, что можно только сделать Из огромного количества фильмов все они похожи это ли не знаки кулача калькуна смотрите давайте попробуем визуализировать ты идешь по переходу и видишь я бы назад убежала бы от этой херни подальше я бы тоже испугался а ты чё нет нет да конечно конечно ночью увидеть вот эту херню ночью один еще наверняка в наушниках ни хера не тебе 14 лет может быть что такой крутой бездражный я бы не поверил первый секунд и возможно я бы не убегал я в обморок упал просто ну просто видеть такое фильмах в тв-шоу каких-то видосах на ютубе это нормально но когда ты расслаблен не не ожидаешь ничего вот такого и вот это хероборина перед тобой вылазить проверить испугаются люди реальные или нет испугаются профессиональный ходулист и сегодня он будет мразью я умею подать правильную информацию нужно что ты сейчас примерил костюм стал на свой ходули мы посмотрим как это выглядит похоже как на референсе или не пускать так ну что в целом вроде вроде будут главное что гасите свет ну что мы на месте нам подобрали страшное место и за всем прикол посмотрим на этих несчастных гуглили искали страшный переход на страшный переход они писали в гугле страшный переход москве и вот он ну он даже освещен с эффектами жутко конечно нас не было на площадке весь пранк снимали другие люди именно для того чтобы потом отсмотрев материал мы дали реакцию вы смотрите этот материал и мы и реагируем одновременно поехали так пошел нас оператор прям стоял с камерой печи вот 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 он сзади как раз ну вот я ж говорю она посмеялась и все пошла дальше и посмеялся сначала испугалась как минимум хотя бы но она из осматривает это действие было видно отошла окей я так и я так и горю гавал подана на секунду и все и дальше пойдет как то интим он может быть если бы там было меньше освещения было бы шапка так он серьезно вообще 0 ему пока пранк не дотягивает даже до тройки так идет парочка мужичок с пакетами видимо идут домой с работы чего они не ждут так это вот эту мразь точно а и дальше идут и так пугаемся а там дворники завтыкали уже кстати на все это ну что они их предупредили и мне страшно потому что они просто дворники уже видели как раз таки вот эту и хероборину сюда а эти люди шли как раз с той стороны ведь так и может быть и не сказали вы там смотрите не пугайтесь там просто сейчас дальше молодежь розыгрыши всякие делает и они уже на домой с работы чего они не ждут так это вот эту мразь точно не они как будто тоже не удивились типа а это то самое чем нам сказали ну не знаю там чисто мое предположение но все же ажиотаж уже довольно большой происходит на заднем фоне и поэтому они вполне могли им сказать или же эти люди могли между собой обсуждать эти двое могли просто это услышать и так пугаемся надо было другое место попробовать и не страшно потому что они вдвоем но серьезно этот коридор страшный до усрачки но если бы я по нему шел я бы с опаской это делал тут выходит трехметровая тварь и тебе по вообще парочка парочка вот тут интересно так они увидели лишь они и оператор стоит на блин классика это реально это кринж я всегда верю эти видео тьфу музыка из ролика фото пишу сейчас я всегда верил в такие пранки я тебе честно слово говорю ну когда молод и идешь и вот такой видишь вот именно поэтому мы хотели это снимать но не снимали еще в первом и во втором выпуске и вот решили сейчас просто доказать себе что вот вот она вот так вот я на самом деле еще наверное когда интернет не был так популярен вот тогда можно было бы обосраться сейчас только всяких пранкеров существует и у нас и на западе видео не дотягивает даже до 2 людей стало сложнее удивить а что он сказал можно было бы обосраться ну что ж ребята это видео не дотягивает даже до двойки видео шикарное было мне очень понравился пранк с близняшками и конечно же это было просто шедеврально насчет скорой помощи эффект был но не совсем тот который они планировали люди больше испугались не понимали что и думать насчет газетки ну тоже своеобразно прикольно но я бы наверное поступила как третья девушка как я говорила ранее а вот последнее можно было попробовать этот пранк организовать еще в другом месте затестить то есть с одной стороны они нашли самое жуткое вроде как место в москве но что-то нифига не жутким оно оказалось не они не пранк увидят нормально не не видео шикарное мне очень понравилось ну что ребят я надеюсь вам понравился этот выпуск вы поставили приятный комментарий мы уже соскучились по вам очень хочется снимать много выпуск подходит концу а мы погнали реально придумывать следующий выпуск но пока 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 если вам зайдет эта реакция я с радостью посмотрю еще ролики с канала егорика мне безумно понравилось особенно вы видели как я смеялась с того парня в лифте поэтому я бы с радостью еще позаписывала реакты но все зависит в большей степени от вас поэтому ставьте лайкосы под реакции пишите комментарии если что ссылка на ролик его река в описании обязательно поддержите видос потому что он шикарный а с вами была юмилька спасибо за просмотр и всем пока пока